А мы перемещаемся за город в сторону Одессы, в город Боярку. В 1870 году здесь открывают железнодорожную станцию, а десятилетиям позже 100 делянок государственной земли продается под частные владения. Вдоль соснового леса строятся дачные дома, район называют Липками, по аналогии с одним из центральных и самых дорогих районов Киева, а улицу Крещатиком. Став официальным, название вскоре сменится на Карла Маркса, а спустя 80 лет улицы вернут прежнее название. Строительством дач занимаются киевские предприниматели и местные богатые крестьяне. Дома сдают в аренду, сначала богатому, а затем и среднему классу. Поначалу Боярка считается местом дорогим, элитным. В 1913 году арендовать комнату на лето стоит 100 рублей, дороже, чем в Светошино или Пущеводице, но если доплатить еще 50, то можно претендовать уже на отдельный дом. Билет на дачный поезд обходится в 40 копеек, но зато по четвергам и воскресеньям железная дорога развлекает дачников бесплатными концертами в исполнении хора и железнодорожного оркестра. Хвойный лес привлекает в Боярку легочных больных и просто тех, кому хочется отдохнуть от города. Здешние дачи посещает писатель Шолом Алейхем и композитор Николай Лысенко. В 1900 году в Боярке родится один из будущих создателей атомной бомбы, участник манхэттенского проекта и советник Эйзенхауэра Георгий Кистяковский. А теперь кое-что совсем другое. До сегодняшнего дня в Боярке дожило всего несколько деревянных домов, большая часть которых спрятана за заборами частных территорий на той самой улице Крещатик. Два дачных домика находятся на территории военного лицея. Скорее всего сюда вам попасть не удастся и на дома можно будет посмотреть только с улицы. То же самое с двухэтажной дачей инженера Николая Максимовича, исследователя Днепра и проектировщика Киевской гавани. Зато вот этот дом на территории детской областной больницы вам точно удастся рассмотреть вблизи. Пишут, что раньше он использовался в качестве лаборатории, но теперь, похоже, либо закрыт, либо служит хозяйственным помещением. На ЖД-станции тоже находим кое-что интересное. В 1989 году здесь был установлен вот этот паровоз в качестве памятника узкоколейки, описанной Николаем Островским в романе «Как закалялась сталь». Сам паровоз был построен в 1928 году на Коломенском заводе и после работы на металлургическом заводе в городе Белорецке, что на Урале, был передан в Бойерку. Субтитры создавал DimaTorzok